Здравствуйте, дорогие друзья! В эпоху стремительных изменений и глобальных вызовов именно педагоги остаются ключевым звеном, который определяют будущее нации. Как отметил глава государства, труд учителя – это фундамент долгосрочного прогресса страны. Сегодня наш фокус на профессионализме, инновациях и признании педагогического мастерства, которые помогают формировать новое качество образования. Один из ярких примеров такого подхода – конкурс «Панорама педагогических идей». Я с удовольствием вам представляю наших гостей. Ибраева Азиза – старший методист кафедры педагогики и предметных методик филиала Акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации Орлео» «Институт профессионального развития по Североказахстанской области». И Макен Индира – учитель математики, педагог-модератор IT-школы лицея имени Макжаны Жумоваева города Петропавловска. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, начнем мы с того, какова была основная идея этого конкурса «Панорама педагогических идей». Он уже не первый год привлекает внимание педагогов со всей страны. Что делает этот конкурс столь уникальным среди педагогического сообщества, Азиза? Конкурс «Панорама педагогических идей» проводится в Казахстане с 2018 года. И направлен на обобщение и популяризацию современного педагогического опыта и лучших практик взаимодействия педагогов. Уникальность конкурса заключается в следующих аспектах. Ну, во-первых, это охват участников. Открыт конкурс для педагогов всех уровней образования, начиная от дошкольного до высшего. Во-вторых, разнообразие направлений. Конкурс работы могут быть представлены по 12 направлениям, таким как математическая, читательская, цифровая и другие грамотности. В-третьих, конкурсные работы могут быть представлены в виде видеоформатов. То есть лекции, уроки, мастер-классы, что повышает IT-компетенции педагогов и внедрять в образовательный процесс инновационные новообразования. В-четвертых, участие и победы в конкурсе позволяют, учитывается, то есть при аттестации педагогов на присвоение и подтверждение квалификационной категории. Таким образом, панорам педагогических идей не только как распространение передового педагогического опыта, но и стимулирует педагогов во внедрение инновационных идей и взаимодействие. Хорошо. Индира, ну я думаю, что ваша победа на таком значимом конкурсе, как панорама педагогических идей, это очень важное достижение, ну и, конечно, ответственность. И поэтому, что вас побудило участвовать в конкурсе и какая идея лежит в основе вашего проекта? Начну с того, что еще в прошлом году, глядя на участников прошлых лет, победителей, мне захотелось тоже поучаствовать в этом масштабном конкурсе. В этом году я решила тоже принять участие, принимала участие в направлении математическая грамотность. Моя идея заключается в том, чтобы использовать комиксы на уроках математики. Конкретно я использую комиксы при решении текстовых задач. Дети очень легко решают примеры, для них это не составляет сложности, но когда речь заходит о текстовых задачах, начинается какое-то отстранение, нежелание решать и вообще читать эти задачи. Я думаю, это связано, во-первых, с низкой читательной грамотностью в наше время. Современные дети сейчас любят все очень яркое, красочное. И поэтому мне пришла в голову идея, мои текстовые задачи преобразовать с помощью комиксов. Тогда детям четко ясна мысль. Глядя на картинки, уже просматривается сюжет. Задание становится более ярким, красочным. Дети заинтересованы, учитель доволен, есть результат. Ну а вообще, как вот идея пришла? Вот вы с чего-то же начинали все-таки, да? С чего начать, скажем так? Идея появилась у меня совершенно случайно во время урока. Проходя по классу, неоднократно у одного из учеников я замечала, как он рисует. Вот, выполняет задание на уроке, и параллельно на столе у него всегда листочек с какими-то зарисовками. Поначалу я делала замечания, он их прятал, но продолжал, тем не менее, что-то рисовать. Затем я уже сама стала интересоваться его рисунками, обратилась к нему с просьбой, я не мог бы ты поучаствовать в создании таких-то комиксов. И его эта идея тоже заинтересовала. Собственно, вот он, мой ученик восьмого класса, Казангапов Ануар, начинал со мной вместе создавать первые комиксы. То есть вот такой тандем, да, замечательный, когда тандем ученика и педагога, и даёт такой вот результат. Да. Ученикам в классе, его одноклассникам тоже эти рисунки очень нравятся. Он не просто рисует, он, как оказалось, занимается в художественной школе, и у него рисунки очень-таки красочные, яркие, и поэтому всем было интересно поначалу рассматривать, затем мы уже внедрили саму задачу в эти рисунки. Хорошо. Азиза, вернёмся к конкурсу, к организации. Я знаю, что каждый год привлекается несколько, наверное, сотен педагогов, да, со всей области. Да. Сколько учителей участвовало в нынешнем региональном этапе, и из каких районов была наибольшая активность? В этом году в конкурсе на региональном этапе приняло участие 350 педагогов, представивших 255 работ. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Некоторые работы были представлены авторскими группами. Наибольшая активность конкурсных работ была по направлениям ранней читательской грамотности, что подтверждает их важность и актуальность в образовательном процессе. Увеличилось количество работ на английском языке. Также заметен рост работ, связанный с направлением с цифровой грамотностью и искусственным интеллектом. Активнее всего проявили себя педагоги города Петропавловска, Козылжарского и сельских районов. Это лишь подтверждение того, что непосредственно вырос рост, интерес к профессиональным конкурсам и обобщению своего опыта. Я понимаю, Индира, что это замечательная идея, которую подсказал ваш ученик в этом тандеме. И самое главное, что результат такой, вы победительница. Но все равно участие связано, сопряжено с определенными рисками, с какими-то условностями. Для тех, кто будет участвовать в следующий раз, что вы посоветуете? Как преодолеть какие-то трудности определенные? Да, начну с того, что вообще каждый учитель, он уже в априори идейный, творческий человек. Единственная, мне кажется, и самая основная, по моему мнению, проблема, это выкрасть время, когда этим всем заниматься. Потому что в суете дел, работа, дом, нужно найти время, чтобы реализовать свою идею. Самое главное, грамотно составить сценарий. Как я подошла? Я взяла программу, посмотрела все критерии и расписала прям себе поэтапно полностью сценарий и для ведущего, и для себя, что нужно посмотреть, на какие моменты уделить внимание, актуальность, новизна. Конечно, мы тоже IT-технологии не оставили в стороне, использование искусственного интеллекта. Затем уже по этому сценарию пошагово снимали и монтировали видео. То есть началось все со сценария, с разработки сценария. Но я хочу здесь просто сравнить немного это с творчеством. Это все-таки творческая, в первую очередь, составляющая и конкурса, и для участников. Это творческая составляющая, в первую очередь. Поэтому сценарий – это основа была для вашей работы, для вашего проекта. Да. И мы как математики, мы любим, у нас наука точная, четкая. Да, наука – это точная математика, но тем не менее. Нам нужно, чтобы все было четко спланировано. Вот, собственно, так у нас образовался сценарий. Видео записали, смонтировали, отправили. И плюс еще хотелось бы отметить такой момент. Я думаю, многие не идут участвовать на конкурс, потому что есть внутри какой-то страх, что ты, возможно, недостоин этого уровня, или ты немного, может быть, слабее где-то, или… Ну, психологический аспект, да, очень важный. Это очень влияет. Так преодолевали, да, в этом. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Нужно участвовать, пробовать. Не получилось первый раз, обязательно получится второй раз, потому что это все опыт, полезный опыт. То есть вот так вот в омут с головой, да, прям вот не думать ни о чем, да, о каких-то рисках возможных, да. Получится, значит, получится, да. В любом случае я буду участвовать в этом замечательном проекте. Хорошо. Азиза, я знаю, что победители, те работы, которые являются победителями на конкурсе, очень часто получают дополнительное, да, признание и вот распространение дальнейшее. Каковы планы на использование этих разработок? Ну, во-первых, победители на региональном уровне, они проходят на республиканский этап. Как раз на данный момент сейчас идет оценивание этих работ, которые завершатся в начале декабря. Впоследствии победители получают возможность транслировать свои идеи, инновации через интернет, телевидение, участвовать в творческих проектах. Это очень широкое распространение их опыта. Лучшие практики мы интегрируем, планируется, в принципе, интегрировать в методические издания, авторские программы, затем использовать их для обучающих семинаров и мастер-классов. Это, своего рода, возможность педагогам увидеть новые идеи и применять их в своей работе. То есть обязательно вот эта необходимость применения, да, в дальнейшем на практике? Да, конечно, обязательно. Интересно, ну а какие планы у вас после конкурса? Может быть, возможно, другие какие-то проекты? Ну, сейчас наша работа отправилась на республиканский этап. Мы ждем результатов. Конечно, очень надеемся, что результаты будут хорошие. По поводу конкретно своей идеи, в дальнейшем я бы хотела, конечно же, по итогу создать сборник таких задач, выпустить какой-то журнал комиксов по конкретному разделу. И на следующий год уже хотелось бы тоже поучаствовать в таком конкурсе. А вы со своими учениками, не только вот с этим, который являлся, да, инициатором, можно так сказать, идеи, обсуждали вот этот момент, скажем так, участия в конкурсе и вообще их реакция на это? Именно про этот конкурс я еще, если честно, им не рассказывала. И даже про победу я не сообщила еще, потому что хотела подготовить так вот ученику тоже какую-то благодарность, может быть, грамоту какую-то за то, что он внес в свой вклад. И сделать это как-то более официально. Вообще такая идея, конечно, есть у меня. Ну, конечно, рассказать обязательно об этом конкурсе вашим ученикам, не только одному ученику, да? Да, кстати, вот если остановиться на обобщении опыта, да, и дальнейшего распространения, если привести пример, один из ярких примеров участия в конкурсе по норам педагогических идей, можно, как пример, привести педагогов Ясли, Сада и Гулек. Они в прошлом году участвовали, заняли на республике второе призовое место. В дальнейшем они презентовали, их проект назывался «Умная юрта». В дальнейшем они презентовали свой проект на республиканском семинаре, как одну из частей юрты и магнитную стену без темщи. Выступали также на августовской конференции и проводят регулярно мастер-классы для слушателей курсов повышения квалификации. В этом году они вновь участвовали на конкурсе и заняли призовое место. Уже с новой идеей, а от нас. Хорошо. Ну, я знаю, что ваша организация регулярно проводит подобные конкурсы, не только такие проекты для педагогов. Вот какие еще ожидают интересные мероприятия, интересные идеи конкурсов в новом учебном году? И можно ли намекнуть хотя бы, раскрыть секрет некоторых из них? Ну, в новом году Орлео продолжает поддерживать педагогов через конкурсы и проекты. Совсем недавно завершился республиканский конкурс, который проводится у нас впервые. Это «Сёсмаржан». Он посвящен популяризации казахской культуры и развитию медиаграмотности. 27 ноября, к примеру, завтра завершится конкурс для специалистов дошкольных организаций образования «Торбье Балеманасе». Среди традиционных пользуется популярностью конкурс «Жуздень жюйрек» для учителей казахского, русского и английских языков, «Софскиллстрэнди» для педагогов инклюзивного образования. Эти все проекты, ещё раз повторяюсь, дают большую возможность найти педагогам себя. И обращаясь к зрителям, если можно, мы ждём ваши новые идеи, ваши наработки. Участвуйте, побеждайте вместе с Орлео. Индира, что вы пожелаете педагогам, своим коллегам, тем, кто, может быть, заинтересуется участием в данном конкурсе? Может, какие-то идеи у вас есть, помимо комиксов? Своим коллегам я, конечно, хочу пожелать творческих успехов, воплощать свои идеи в реальность, ничего не бояться, пробовать, побеждать, творить. Пусть наши уроки, и не только уроки, будут яркими, красочными, интересными для детей. Чтобы дети, приходя на уроки, получали удовольствие и хотели заниматься. То есть самое главное для кого проводятся эти конкурсы, не только для педагогов, но и, конечно, для внедрения этих идей в образовательный, в учебный процесс для учеников, для учащихся. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе, конечно, думаю, что вот благодаря таким конкурсам, как панорама педагогических идей, мы укрепляем позиции наших североказахстанских педагогов, как интеллектуального авангарда нашей страны. Спасибо вам, удачи, новых проектов, творческих успехов. Я благодарю наших телезрителей за внимание, увидимся в программе из первых уст. Субтитры создавал DimaTorzok